Я иду с вами, за что делать? Руки за все было! Привет, друзья! Это Егоров. Я хриплю, к сожалению, потому что я немного простыл. И, наверное, надо было бы уже поспать. Но, к сожалению, я думаю, сегодня не усну, потому что нашего друга, одного из ваших любимых футболистов, Василия Маврина, сегодня, после матча в Новосибирске, сначала пытались задержать, потом скрутили, потом побили, потом стояли перед Амкалом с рукой, держась за кобуру. Произошли какие-то дикие события, о которых нужно сейчас поговорить и представить ситуацию достаточно честно, чтобы рассказать, что на самом деле произошло. Можно ему лоббук одеться? Можно одеться? Он же сказал, что он не отказывается. Живот! Ай! Конфликт случился... Я хотел бы вообще начать всю эту историю с каких-то добрых событий. Ну, во-первых, мы ехали из Екатеринбурга, и сразу, когда мы прибыли в Новосибирск, то тот же Вася Маврин и Бизекс, они поехали давать уроки для местных молодых ребят. Они с ними несколько часов занимались, до этого практически не поспав в этом поезде, не отдохнув ни секунды. И делали это абсолютно бесплатно. Почему они это делали? Ну, как бы есть общая теория, что есть Москва и есть вся Россия, что вся концентрация внимания сосредоточена на столицу. И очень важно, когда ты появляешься в регионах, отдавать должное людям, в том числе, которые на тебя подписаны. И даже если они не подписаны, очень важно с ними общаться. Очень важно передавать какие-то знания, которые есть у тебя. Это действительно важно для нашей страны, для ее развития, в любой ситуации. И вот Вася и Бизекс, они поехали играть с ребятами вместо того, чтобы спать, вместо того, чтобы отдыхать. Они поиграли, дали ребятам удовольствие. Когда вот Маврина мы встречали в коридоре, у него просто было такое лицо, лишь бы уже уснуть. И он ничего не хотел. Дос и Прокоп. Не нужны были деньги. Ну, абсолютно деньги не нужны. Опять же говорю, важно обмена опытом и внимания к людям, которые на тебя подписаны. Внимание! Мы не Блинковская, которая там берет деньги у кого-то. Мы не инфо-цыгане. Нет, абсолютно. У нас исключительно добрые позывы в этом есть. Это о хорошем. И очень хорошо, что ребята действительно приходили и взаимодействовали с нами. Также я могу только комплиментарно высказываться о манеже в Новосибирске. Очень классный манеж. Слушайте, смотрите, какой крутой манеж в Новосибирске. Прям такая красота. Мне очень нравится. Я бы вот здесь на самом деле матч РПЛ играл бы. Огромное удовольствие, потому что и команда Новосибирска была очень приятная. И организаторы были очень приятные. Да, там была раздевалка на третьем этаже, но это не так важно. Главное, что было удовольствие. И особенно это болельщики. То есть ребята даже на дальней трибуне от раздевалок они были так вовлечены, они так кричали. То есть изначально мы там кричали «Вперед, Амкал!», «Вперед, Амкал!», «Вперед, Амкал!». И в какой-то момент взяли с тем же Фидосом за разные стороны шарфа с Сибирью и кричали «Сибирь!», и фанаты Сибири нас поддерживали. И сам футбол получился очень интересным. Да, там были какие-то эпизоды борьбы, но все равно это была дружба. Большое удовольствие было. И вот в эти минуты получения удовольствия, когда ты уходишь со стадиона, ты понимаешь, что реально остается на трибунах несколько тысяч человек. Две-три тысячи, полный зал Новосибирский. Я до этого разговаривал с ребятами из Сибири, они говорили, ну блин, сейчас не приходит никто, не интересен людям футбол. А сколько сюда обычно в Манеж на Сибирь ходят людей? Ну вот сейчас в данный момент... Полный собирается? Очень мало, скажем так. Да? Очень мало людей ходит. А в этот день был интересен. Реально был интересен футбол. И мы понимали, что вот просто так взять и уйти, нам, конечно, можно было уйти. Мы, в принципе, могли бы свалить, пойти тусоваться в клуб, в бар, куда угодно, либо просто отдыхать, либо готовиться к завтрашнему вылету. Ну, как и все футболисты. Вы знаете, вот критикуют сейчас футболистов российской премьер-лиги. Типа вот они после матча уходят куда-то, не дают интервью, с болельщиками не общаются. В этом и смысл ломкало, в том, что мы общаемся. Мы понимаем свою ответственность. И поэтому мы поделились на несколько групп. Пошли одни там к одной части трибун, ко второй, к третьей, к четвертой. Мы расписывали все, ребят, на кроссовках, на футболках, на руках даже, на студенческих. То есть я, в принципе, понимаю, ну, друг, ну, зачем тебе вот моя роспись? Ну, кто я такой? Ну, реально, ну, кто я такой? Ну, я по факту, ну, никто. Я не очень хорошо играю в футбол. Ну, я тут травмирован даже, неважно. Но все мы не очень хорошо играем в футбол. Но вам интересно на это смотреть. Поэтому я обязан остаться с вами. Обязан расписаться. Обязан уделить внимание. Я не могу идти просто так, потому что я понимаю, что я приехал сюда, возможно, один раз в жизни. В Новосибирск. Раз год, раз три года, раз пять лет. Но моя задача – это просто уделить минимум внимания. Поставить подпись. Сказать там «Спасибо, что вы пришли». Сказать «Ребят, занимайтесь спортом, у вас все получится, вы молодцы». Это наша задача. И в какой-то момент, минут через 30, после того, как мы начали расписываться, подошли стюарды сначала. Мне говорят типа «Валите отсюда». Тот же Форзиар и я, мы начинаем говорить «Ребят, ну, как можно уходить? Потому что здесь остаются люди. И будет неправильно, если мы не распишемся». На что раздается команда «Нет, все равно уходите». Это важно. Мы объясняем, что остался человек 20-30 всего, которые не получили автографа. Дайте, пожалуйста, мы дораспишемся. И в этот момент я продолжаю расписываться и ухожу. И слышу где-то параллельно, что происходит ситуация с Васей Мавриным. Я думаю, что было бы неправильно что-то выдумывать, что-то рассказывать. Я просто вам покажу тот же видос, который я выкладывал в телегу, и вам делать выводы, как он общался. То есть мы все знаем Васю Маврина как человека достаточно вспыльчивого. В разных ситуациях он лезет на рожон, он доказывает свою правду. В принципе, есть по большей части его правда в этих ситуациях. То есть вам анализировать. Вот видео. Вот Вася Маврин и человек, который его пытается вывести. Вы думаете, мои 60 килограмм здесь сколько-то летал? Серьезно? Здесь сколько-то ваше. Как ваше имя? Ну, да. Александр, давайте так. Ребят, я не подпусть. Вот Александру спасибо. Вот, пожалуйста. Это я спускался, потому что вы меня торопили. Фамилия как ваша, скажите? Фамилия как ваша, Александр? Фамилия как ваша. Так вот, Александр, это в этом и виноват. Конечно, покойно стоял, фотографировался с людьми. Вы торопите просто. Вам жалко, что ли? Мы же каждый день приезжаем. Вам три минуты, что ли, жалко, чтобы с людьми пофотографировали? Серьезно? Да я отдам вам деньги. Вот отдай деньги. Вы такие нормальные стартеры стоите. Люди пришли на вас посмотреть. И на вас в том числе. Больше они ведьма не встут. Потому что вы, по своим поведениям, как вам-то и не надо. Мне меньше 0, 2, 2, где-то те же идут, да? В смысле, это вы пиздите тут. А я фоткался с ним. Хорош, 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 хорош. Примерно такая же ситуация для сравнения происходит с Фарзиарем. Он выкладывает свое видео в своей телеге. Вот тоже посмотрите на это, чтобы не казалось, что я вру или что-то выдумываю. Вот реальная ситуация, вот есть видео. Ну, короче, пруф про то, что мы все там как-то так или иначе конфликтовали со стюардами. Вон там, слушайте. Это я разговариваю со стюардом, который мне говорит, да уходите вы уже отсюда. И объясняет это тем, что типа он домой хочет. Там этот стюард, ну еще один, другой уже, говорит, что он хочет ехать домой, потому что типа общественный транспорт ходить не будет. Я стою фотографируюсь просто. Вот ситуация. Вам серьезно? Один раз в год тяжело постоять на 20 минут? Короче, вы видите, что типа по сути риторика, что от меня, что от Васи, она все к одному сводится, что просто типа нам нужно пофотографироваться с людьми. Не нам, вернее, нужно, чтобы мы пофотографировались с людьми. Людям нужно, чтобы мы с ними пофотографировались. А вы знаете, почему у вас на трибунах нет? Вот, собственно, на самом деле, только вот поэтому Вася к себе больше внимания привлек, потому что он более экспрессивно выражает свои эмоции. Я вот, ну, конечно, да, типа спокойнее говорил, и поэтому как бы до меня доебывались меньше. А вот в принципе, ну... Вы знаете, почему? Ну, вам-то понятно без разницы. Вот этот тип. Короче, я там ему объясняю, что типа если бы вас волновало, как люди эти будут добираться домой, вы бы с этого и начали. А он начал с себя, что как он будет добираться домой. Так, ребята, рассказываю со своей стороны, как мне показалось все было в этой ситуации. Я сегодня не сыграл вообще ни минуты, ни секунды, и сразу пошел на другую трибуну, чтобы там пофоткаться, раздать автографы, подписать какие-то вещи, не знаю, получить сувениры, потому что пацаны остались на этой трибуне, я пошел на ту. И шел потихоньку от каждого человека слева направо, хотел всю трибуну пройти, чтобы всем расписаться, все говорят, любляю, Фил, спасибо, какой крутой, молодец, спасибо большое, потому что до нас пока дойдут, мы устанем ждать. И вот я дохожу до середины трибуны, и откуда-то крик, типа все, разошлись, разошлись, время вышло, все, хватит, все, уходите отсюда, все, хватит. Ну, хотя прошло, блин, ну полчаса от силы после окончания матча. Матча, кстати, который задержали по вине организаторов, либо не в вине, не знаю, но матч не начался вовремя, поэтому я вообще не понял такой реакции. Не было никакой ни давки, никаких там ни пограничных ситуаций, ничего такого не было, все культурное, дети ждали, родители ждали, родители говорили, давайте, если можете побыстрее, если нет, хорошо, мы подождем. То есть не было никаких проблем с этим связанных. То есть если манеж закрывался в какое-то время, это надо было сказать команде АМКАЛ до начала мероприятия, чтобы мы там до 9 вечера уложились или до 10 вечера. То есть мы никуда не торопились, у нас завтра самолет. То есть мы хотели сфоткаться, подписать плакаты, пообщаться с максимальным количеством людей. То есть не было никаких проблем с этим, с нашей стороны. Но организаторы почему-то решили, или полиция решила, или стюарды решили, я так и не понял, что есть какой-то регламент, есть какой-то временной промежуток, когда это можно делать. Я, честно говоря, вообще ничего не понял. Поэтому я, меня прогнали от трибуны, я пошел в раздевалку и офигел, когда увидел, что с Васей происходит. И уже после в раздевалке мы узнаем, что за Васей приходит полиция. Видимо, опять же, судя по ролику, из-за одного слова, которое достаточно часто употребляют, в разных ситуациях, в том числе и в художественных фильмах. Но за ним приходит. За ним приходит из-за того, что он расписывался для детей, фотографировался с ними, но за ним приходит полиция. И, опять же, было бы нечестно рассказывать что-то от себя, поэтому я также покажу видео. Оно достаточно продолжительное, но я честно вам могу вам сказать, что не буду вырезать оттуда какие-то важные фрагменты. То есть все важные фрагменты вы увидите, поэтому делайте выводы сами. Да, хочу так же сказать, что в новосибирской прессе, в том числе и со стороны клуба Новосибирь, распространяется информация о том, что Маврин был последним человеком, который остался в манеже. Это была абсолютно неправда, потому что с ним было несколько вместе рядом игроков. На это, я думаю, тоже стоит обратить внимание. Ну, а теперь давайте дальше смотреть. Забираете? Сейчас документ сначала мне покажут. А что слышу? Честно говоря, иногда очень задаюсь вопросом, как бы для кого вы работаете. Правда. Можете ответить? Ответите? Да. Для кого вы работаете? Что вы, наверное, защищаете законы, охраняете вас. Нет, зачем? Я вам показываю свою фамилию. Вы мне так же показали? Вот моя фамилия, имя, отчество. Вы сейчас паспорт заберете, а как я улечу домой? Я не заберу у вас паспорт. Откуда мы знаем? А если заберетесь? Я не заберу у вас паспорт. А если вы заберете, вы не заберете. Я вас услышал, да? Посмотрите, пожалуйста. Гражданин Российской Федерации. Я сейчас паспорт передавать нельзя. Несказанно. Кому нельзя? Вам нельзя, а мне можно. Нет, я сейчас просто адвокат своему буду. Звоните, кому угодно. Нет, а что вы нарушили, вы можете сказать? Ничего. Я хотел фотографироваться с людьми. Пункт нарушения. Короче, просто коротко. Суть ситуации. Вы сейчас нас задерживаете. Статья была. Да не задерживаю вас. Мы решили, что мы задерживаем. Я говорю, я вас не задерживаю. Мы сейчас хотим пойти передеваться. Иди ты переодеваешься. Весь сербор в том, что мы просто хотели сфотографироваться. Нет, в этом, в манеже. Мы ходили, фотографировались и подписывали в футболке. Конкретно этот сотрудник сказал, что мы ходим, хайпуемся, потому что мы не хотим выполнять законные требования, которые заключаются в том, чтобы мы ушли из манежа. Ладно, все. Давайте все. Сейчас быстро проверим. Алло. Мне кажется, кто-то рвался переодеваться. Так мы и ждем вас. Вы меня вернете паспорт, мы пойдем переодеваться. Вы один. Я один не переодеваюсь. А что толку? Они меня все будут ждать. Мы командой же едем. Ну я понял. Или вы думаете, я один уеду? Я не знаю. Понятно, не имею, как уедет. Ну как минимум, я еду с камерой. Завтра уже все команды, Кузнецкая. Нет, вся команда полетит в Москву. А наши нет, Кузнецкая, смотрите. Слышь, бля, а кам... В армии не служили? Ну так просто, вопрос можете не отвечать. Война. А куда заканчивала? Фамилия. В Санкт-Петербурге. Политехнический университет. Ну, я не знаю, если бы он не служил, может, получается так. Василий Евгеньевич, в отдел полиции поедем? Представление вместо тремного протокола по статье 20.1. Мелкое хулиганство. А мелкое хулиганство заключается в выражении нецензурной брони. Вы, если хотите за уши притянуть вот эту вот мелочь, окей, я готов поехать. Василий Евгеньевич, давайте. Я жду вас. Давайте паспорт верните. Пожалуйста. Все, спасибо. Жду вас здесь. Да, хорошо. Поедемте. Вы счастливы будете от этого? Да, я буду счастлив. Почему? А здесь составляйте. Пойдемте. Составляйте здесь. Я не буду здесь составлять. А почему не будет? Потому что не буду здесь составлять. А я не поеду никуда. Поедете. Почему? Я буду вынужден применить вам физическую силу. Я сейчас звоню адвокату. Я говорю вам, последний раз, я вас предупреждаю. вы отказываетесь со мной пройти куда и выполнить законный предатель я сначала звоню адвокату вы отказывает не отказывается пройдемте руки пройдем не отказывается вы меня отказывается он же сказал не отказывается на ноги наступает куда выйти уберите я не выражаюсь руки уберите от меня вы не делаете больно он сказал же что он не отказывается вам времени выполнить мои законы одеться и проехать со мной две минуты хорошо я еще раз говорю остальные незаинтересованные лица могут быть свободны я общался с вами в течение часа уважительно я не буду отвечать на ваши вопросы хотел делать делать лучше детям в новосибирске его забирает из-за того что он там дольше остался идиотизм люди честные сотрудники вроде понимают что одевайтесь я сейчас составлю ну вот составляйте здесь вы нарушаете закон нет вы меня ответили на вопрос нет я не нарушаю а вот эта статья какая статья 27.2 и что о чем она говорит что вы можете вася уводит когда его уводит он не сопротивляется он говорит окей хорошо пошли и дальше нам поступает сообщение от одного человека что вас убьют и мы получаем вот это видео опять же я опубликую это видео целиком потому что ну нужна какая-то правда я не могу вырезать куски вот вася вот полиция вот вася говорит что я иду с вами дальше делать выводы вам мы едем куда-то возможно тогда у меня представитель должен ехать а как я потом попаду куда мой попадете мы не знаете как вы сказали что мы не едем еще раз вы руки уберите два раза говорю я не отказываюсь идти идите руки идите идем идите мы едем куда отделение какое последний раз вам дело предупреждение какое последнего мне нужно понять где отделение какой если вы не выполните мои законные требования буду вынужден применить в отношении раз физическую силу вы уже применили ее я когда вам ответил что я готов выполнить мы какое требование пройти как служебного автомобиля в какое отделение мы едем пойдемте какое отделение мы едем он не обязан на это говорить смотрите что происходит это специально на камеру что ли это какую камеру да вы что ломаете я иду я иду я иду с вами да подожди я встану руку уберу подождите на публику рука затекла говорю каким героизм я же вижу у вас какой героизм вы что выполните элементарные требования и вас отпустили руку больно да подожди ай 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 затекла подождите дайте мне дать я пришел за вас заступаться и решить проблему а как вы себя вели как разговариваете если вы считаете это нормально а что я сделал расскажите мне пожалуйста я сказал что пойду я спросил вы вы видели что было маврин сопротивлялся нет а что было ничего не было согласился он согласился то есть по факту маврин просто хотел с вами попоткаться после этого когда нам приходит это видео с васей мы просто выходим на улицу чтобы понять что с парнем все нормально потому что кто-то говорит что вы там ставят на на колене на улице мы стоим рядом с полицейской машины ничего не предпринимаем вообще ничего не говорим это по видео тоже будет видно и просто выходит человек который держит руку на кобуре и говорит последнее предупреждение если не отойдете отсюда и что вы будете стрелять людей которые просто приехали играть футбол опять же это видео я не делал никаких комментариев дополнительных это просто видео вот она перед вами на 5 метров от машины на 5 метров ты за кобуру что ли взял пострелять что ли будет он за кобуру потянулся он человека поставил на колени хотя который с ним просто пошел вася увозят в отделение судя по всему там будет достаточно серьезное судебное разбирательство ему что-то грозит за неповиновение опять же вы смотрели видео вася ночь проводят в полиции вася у него дома семья у него дома дети можно пожалуйста чтобы ты приехал домой и чтобы мы с тобой поиграли и по тебе очень соскучились вася же вообще довольно забавный чувак потому что он проводит в том числе бесплатные тренировки для детей в москве постоянно то есть вася ну реально такой особенный чувак который готов работать круглые сутки круглые сутки работать не то чтобы там где-то в премьер-лиге сидеть менеджером получать миллионы нет он проводит просто тренировки для детей хочет чтобы дети стали сильнее он же в принципе вообще сибиряк из Ленинска Кузнецкого у меня было с ним интервью у него папа пил у Васи вообще ничего не было Вася сам двигался по жизни Вася играл в футбол попадал в сборную Сибири потом приехал в Москву он трудолюбивый хороший добрый русский по-настоящему русский человек и за таких людей в принципе нужно цепляться таких людей не нужно бросать в отделение а его бросили и непонятно что произойдет дальше непонятно какие выводы нам делать ну что нам делать нам приезжать в другой город и сразу после матча говорить эй ребята идите в задницу мы здесь свою роль выполнили мы выкладываем ролики на ютуб или на рутуб или еще куда-то мы там заработаем каких-то денег возможно а вы нам не интересны так нужно так всем интереснее так правильнее это трагедия на самом деле то что происходило в Сибири это трагедия трагедия потому что знаете есть такая типичная фраза из пацанских пабликов не делай добра и не получишь зла вот как будто бы нам не нужно делать добра и тогда не будет зла давайте все может быть не делать добра вот даже в это тяжелое время не делать добра не будет зла нам я этого не понимаю и не понимаю позиции Новосибирска не понимаю позиции полиции местной ладно вы задерживаете каких-то воров хулиганов а вы задерживаете детского тренера детского тренера который просто хотел сделать добро детям это очень тяжело для восприятия реально очень тяжело я не знаю как уснуть это был Егоров пока пока просто пока ну да небольшой паскриптум Вася находится сейчас в отделении я так понимаю что в понедельник будет суд и имело ли право полицейский его задерживать и увозить в отделении ну наверное да имело ли право полицейский хвататься за кобуру стоя у своего автомобиля ну так же наверное да имело ли право вообще полицейский изначально требовать Василия проект в отделении после того как он сказал слово матом ну наверное тоже да то есть формальное право для того чтобы его задержать есть потому что Вася действительно как мы слышали он огрызался просто есть у меня такое подозрение друзья что ну просто такое подозрение что если сегодня перед каждым человеком поставить по одному полицейскому просто побольше людей набрать в полицию поставить рядом с каждым человеком полицейского чтобы он слушал контролировал каждый шаг так в принципе я думаю что можно все население страны растолкать по отделениям абсолютно все неважно детских тренеров учителей музыкальной школы простых людей которые едут в метро при желании каждого в качестве в качестве в качестве в качестве